Добрый вечер, с вами Кит Финанс Брокер, меня зовут Лембит Укайф. Сегодня мы продолжаем изучать паттерны Price Action. Наше третье занятие будет посвящено паттерну ловушка для опоздавших. Мы изучим, как этот паттерн выглядит и как с ним работать. Паттерн ловушка для опоздавших является одним из прибыльных сигналов и силой его заключается как раз в том, что он нам позволяет открывать свои сделки против тех, кто хочет работать против тренда. Но для начала давайте посмотрим, что лежит в основе прибыльного сигнала по системе Price Action. Мы часто с вами пользуемся такими терминами, как сигнал. Но задумывались ли вы, что означает в контексте Price Action слово сигнал? Когда я задаю этот вопрос тем, кто впервые приходит на мои занятия, я часто слышу в ответ что-то вроде «Сигнал – это комбинация свечей, которая показывает, когда мы можем открывать сделку». Или «Сигнал – это пересечение индикаторов, которые говорят о том, когда открывать сделку». Друзья мои, это плохая идея. Рынок слишком сложен, чтобы можно было на нем зарабатывать, используя комбинацию из двух или трех свечей. Итак, давайте наметим себе скелет того, что можно объективно назвать сигналом. Но для начала дадим определение. Итак, сигнал – это сочетание нескольких условий, выполнение которых позволяет открыть сделку с высокой вероятностью прибыли. Помним, что в контексте Price Action это не могут быть показатели нескольких индикаторов. Но что же это за условия? Давайте рассмотрим это подробно. Первое условие для возникновения сигнала – это тренд. И для того, чтобы открыть сделку по сигналу, нам необходимо проанализировать текущий тренд. Но что значит проанализировать? Первое, что необходимо идентифицировать – это направление. Нам важно понять, какой у нас сейчас тренд. Восходящий, нисходящий или боковой. Также нам необходимо отметить на графике цены разворотные точки. То есть, те места, где мы можем ожидать изменения тренда. Что еще важно при анализе тренда? Конечно, для анализа тренда необходимо понимать его силу. Для чего нам это важно? Если тренд сильный, то мы никогда не пойдем против него. Если тренд слабый, мы можем ожидать его изменения и на подтверждение изменения войти в новый тренд. Что еще важно помимо тренда в контексте сигнала? Да, это уровни. Почему уровни так важны для трейдинга? Дело в том, что уровень – это то место на графике цены, где с большей вероятностью трейдеры будут принимать свои решения. Другими словами, уровень – это то место, где на графике цены трейдерами будет принято решение. Поддерживают они это движение или не поддерживают? Что это значит – поддержать или не поддержать? Поддерживают, то есть присоединяются, открывают сделки. Не поддерживают – это либо выходят из сделки, либо стоят в стороне. Что нам важно понимать, когда мы анализируем уровни? Во-первых, нам важно понимать, к какому типу уровней относится уровень, на котором возникает сигнал. Оговорюсь сразу, я работаю исключительно с горизонтальными уровнями. Уровни бывают нескольких типов. Во-первых, это графические, технические и так далее. И после того, как вы поняли, с каким уровнем вы имеете дело, важно определить его силу. Для чего важно определить силу уровня? Если мы видим, что уровень сильный, мы можем работать увереннее. Но вы меня спросите, что значит увереннее в контексте трейдинга? Увереннее – значит мы можем работать своим полным рабочим лотом. Из прошлых занятий вы, наверное, помните, какой третий элемент сигнала мы обычно используем для работы. Да, это объем. Объем нам дает дополнительную значимую информацию, позволяющую прибыльно работать. Но какие характеристики объема влияют на сигнал? Во-первых, место, где мы наблюдаем объем. Для анализа нам будет важно, где мы наблюдаем объем. А следующим важным моментом будет понимание силы или слабости, о которой говорит объем. Таким образом, все эти кусочки информации складываются как пазл и позволяют в нужное время и в нужном месте открыть сделку, если возникает что? Правильно, если возникает точка входа. А точка входа – это как раз и есть комбинация свечей или баров, кому как удобно, которая позволяет войти в сделку с минимальным риском. Точка входа – это тот инструмент трейдинга, который дает нам понимание, сколько мы можем потерять в сделке, а также позволяет понять потенциал нашей сделки. Хорошие точки входа отличаются от плохих как раз тем, что с большей долей вероятности дают вход в сделку с высоким отношением прибыли к риску. Итак, если подвести небольшой итог по всему сказанному, то Сигнал – это сочетание четырех условий. Тренд говорит о направлении сделки, то есть куда мы будем открывать свою сделку. Вверх или вниз – покупать или продавать. Уровень на графике цены – это то место, где мы собираемся открывать сделку. Объем обычно помогает дополнить картину происходящего. Точка входа помогает нам ответить на вопрос «Как?», каким образом мы можем открыть сделку, где будем ставить стоп-лосс, а где размещать заявку на вход в сделку. Итак, вывод. Цена подходит к уровню, возникает точка входа, которая подтверждается объемом, и мы открываем сделку в направлении тренда. Сегодня наша тема – паттерн прайс-экшен «Ловушка для опоздавших». Идея паттерна заключается в том, что мы входим против слабых денег, попавших в ловушку, и желающих из нее выбраться во что бы то ни стало. Посмотрите на схему. На ней представлен вариант паттерна «Ловушка для опоздавших. Вход на покупку». Следующая схема – это вариант паттерна для открытия сделки на продажу. Почему данный паттерн называется «Ловушка для опоздавших»? Кто, почему и как попадает в подобную ситуацию? Давайте в этом подробно разберемся, так как это будет очень важно для понимания логики входа в сделку по паттерну. Итак, разберемся, как слабые деньги попадают в ловушку. Давайте попробуем понять логику, как многие из нас попадают в эту ловушку. Представим, что у нас есть восходящий тренд. И начинается все с того, что не войдя в движение, опоздавшие трейдеры наблюдают за уходящим поездом и их одолевают отрицательные эмоции. Сожаление, гнев, обида. Цена растет, но прибыль проходит мимо. Зная, что движение вверх не может продолжаться вечно, опоздавшие входят в продажу при первом признаке замедления движения. Или от сопротивления, надеясь на прибыль от раннего входа. Сожаление от пропущенного движения и вход на локальном максимуме вызывают жадность, которая не дает выйти с маленькой прибыли. Трейдеры начинают рисковать в своем воображении, рисуют воздушные замки и думают о том, как они потратят то, что заработают. Тем не менее, мы помним, что тренд восходящий. А это значит, что движение вниз быстро закончится и вновь продолжится рост. Когда цена пробьет сопротивление, то движение вверх усилится не только за счет тех, кто будет открывать сделки на пробой уровня, но и за счет тех стоп-заявок, что выставили опоздавшие в движение трейдеры. Наша задача как раз и заключается, чтобы войти в движение на его усилении, чтобы цена как можно быстрее продвинулась дальше от нашего первоначального входа. Давайте изучим, как это сделать наиболее эффективно. Посмотрите на схему входа в паттерн ловушка для опоздавших. На что здесь важно обратить внимание? Во-первых, у нас есть уровень и восходящий тренд. Во-вторых, пробой уровня свеча 1 происходит на повышенном объеме, а откат, смотрите, свеча 2 при пониженном объеме. После чего цена возвращается к восходящему движению. Почему же паттерн называется ловушка для опоздавших? Давайте посмотрим подробнее. Обратите внимание, на уровне при восходящем тренде возникает паттерн внутренний бар. Свеча 1 – это граница внутреннего бара. Те участники рынка, которые пропустили движение вниз, вверх, и испытывают сожаление, и ищут любой повод для входа в сделку. А тут есть и уровень, и паттерн внутренний бар. Трейдеры открывают сделки против тренда. Движение вниз захватывает заявки тех, кто хочет компенсировать пропущенное движение вверх входом против тренда. Обратите внимание, что объем второй свечи понижается. Помните, сожаление от пропущенного движения и вход на локальном максимуме вызывает жадность, которая не дает выйти с маленькой прибылью. Тем не менее, мы помним, что тренд восходящий, а это значит, что движение вниз быстро закончится и вновь продолжится рост. Когда цена пробьет сопротивление, то движение вверх усилится не только за счет тех, кто будет открывать сделки на пробой уровня, но и за счет тех стоп-заявок, что выставили опоздавшие в движение трейдеры. Наша задача как раз и заключается, чтобы войти в движение на его усиление. Как вы помните по предыдущим занятиям, при входе на паттерн и внутренний бар, стоп выставляется за хай, в данном случае за свечу номер один. Итак, мы с вами рассмотрели схему паттерна. Давайте теперь это закрепим на живых примерах. Перед вами график фьючерса на обыкновенной акции Сбербанка. Пятиминутка за ноябрь 2013 года. Первое условие для входа – это наличие уровня. Уровень есть. Второе условие – это тренд. Локальный тренд восходящий. Теперь нужно определить, где возникает наша точка для открытия сделки. Обратите внимание, у нас против тренда возникает паттерн внутренний бар. Этот паттерн как раз и послужит сигналом для входа против тренда опоздавших. Как они будут открывать свою сделку? Вспоминаем схему внутренний бар из предыдущих занятий. Вот и полностью сформировался сигнал для входа. Обратите внимание, мало того, что в данном случае были пойманы в ловушку те, кто открывал сделку на пробой уровне, но также были пойманы и те, кто решил войти против тренда, неверно используя паттерн внутренний бар. Запомним себе, работать против тренда значит работать неэффективно. Следующий пример. Фьючерс на обыкновенной акции Сбербанка, март 2014 года. Пример красивый и очень наглядный. Как обычно у нас есть уровень и восходящий тренд. Цена пробила уровень и появился сигнал внутренний бар против тренда. Те, кто пропустил такое сильное движение вверх, решили попытать счастье, открыв сделку в контртренд. Открыв сделку против тренда, они помогли своими деньгами усилить позиции умных денег и цена активно продолжила движение в направлении тренда. Обратите внимание на объем. Первоначально при пробое уровня объем повысился, затем на снижении снизился и как только цена продолжила рост, объем подтвердил наш сигнал. Еще один пример. Фьючерс на обыкновенной акции Сбербанка, октябрь 2013 года, рабочий таймфрейм, пятиминутка. Подошли к значимому уровню и пробили его на восходящем тренде. Давайте еще раз изучим важные моменты этого паттерна. Во-первых, когда цена подошла к уровню и пробила его, те, кто работает на пробой уровне, открыли свою сделку в покупку. На схеме номер один. А где они разместили свои стоп-заявки? Верно. За лоу свечи, пробивший уровень. На схеме это номер два. Таким образом, у нас получается, что этот паттерн является следствием двух ловушек. Первое. Это пойманы те, кто вошел на пробой. А второе. Это те, кто пойман, вошедшие на разворот. То есть, внутренний бар на разворот. Обратите внимание, что те, кто открывал сделку по паттерну внутренний бар против тренда, свои заявки на вход разместили ниже зеленой свечи. Их сделки были активизированы на схеме номер один и два. Где будут располагаться в таком случае их стоп-заявки? Верно. За хайм зеленой свечи это на схеме отмечено номером три. Таким образом, когда цена вернется в тренд и пойдет дальше, их стоп-заявки усилят движение цены вверх. Помним, они открывали сделки на продажу. Выше зеленой свечи разместили свои стоп-заявки, которые закрывают их сделки покупкой. Таким образом, у нас получается, что в этом интервале кем-то была накоплена позиция, и когда цена пошла выше, ее разогнали вверх стопы тех, кто хотел пойти против тренда. Посмотрите на возросшие объемы на графике цены. Еще один пример. На этот раз фьючерс доллар-рубль, октябрь 2012 года, рабочий таймфрейм, пятиминутка. Итак, у нас есть нисходящий тренд и уровень. Обратите внимание, в данном примере попали в ловушку целых три группы трейдеров. Первое, это те, кто вошел на откат, на откате по тренду. Второе, это те, кто вошел на пробой уровня. Вверх, в расчете на разворот. И третье, это те, кто вошел в разворот на внутреннем баре уровня. Посмотрим все варианты подробнее. Итак, посмотрите на график. Желтым маркером выделена зона, где попали в ловушку те, кто работал на разворот тренда и пробой уровня. Цена пошла ниже, вернулась. Часть трейдеров посчитали, что тренд закончился, это был ложный пробой. Они открыли здесь сделку на покупку. Следующий момент. А здесь на графике зона выделена желтым маркером. Попали в ловушку те, кто решил открыть сделку на внутреннем баре уровня, также на разворот тренда. Цена пошла выше зеленой свечи. Там выставили заявку на покупку и их захватили. Мы с вами разобрали подробно точку входа, ловушка входа для опоздавших, но встает вопрос, можно ли использовать этот паттерн более эффективно. Можно ли объективно снизить риск в данном паттерне? Думаю, что да. Правда, это будет достаточно агрессивный вход и где-то даже против правил, но при сильном тренде это может сработать. Итак, внимание. Агрессивный вход в паттерн можно осуществить на пробое вверх свечи 2. При этом стоп размещаем за лову второй свечи. Это для входа на покупку. Вход агрессивный, но снижение риска в сделке это оправдывает. Также не забываем, что у нас все-таки выше размещается уровень. Тоже нужно себя страховать. В заключение хочу сказать и подвести небольшой итог по поводу того, что нужно делать для того, чтобы не попадать в ловушки. Итак, разберем это. Первое и очень важное. Работайте всегда в направлении тренда. До тех пор, пока цена не подтвердит изменения тренда, не попадайте в ловушку опоздавших. Второй важный момент. Каждый сигнал, который мы ищем, должен возникать на уровне. Если сигнал возникает без уровня, он нам не подходит. Третий момент. Всегда обращайте внимание на объем. Объем это то, что позволяет нам распознавать ложные сигналы и игнорировать их. Когда работаете, думайте. Задавайте себе вопросы. Почему в этом месте возникает объем? О чем он мне говорит? Записывайте свои наблюдения и анализируйте их. Они вам очень пригодятся. Рынки не стоят на месте. И для того, чтобы зарабатывать, нужно учиться каждый день. И последний важный момент. Как вы открываете сделку? Наблюдайте за закономерностями. Ищите в них логику. За каждым паттерном должна быть непритянутая мистика типа так, потому что это так работает. Важно понимать механику. Важно понимать, что за этим стоит. Когда вы понимаете внутреннюю логику паттерна, вам легче будет с ним работать. И вы не попадете в ловушку опоздавших. Друзья, кого тема данная заинтересовала, приглашаю вас принять участие. в моем курсе «5 шагов к успеху в трейдинге». Курс начнется в следующем месяце и будет длиться 5 дней по 2,5 часа. На курсе мы с вами заложим фундамент для успешного трейдинга. Это понимание взаимоотношений между покупателями и продавцами. И как это влияет на принимаемые трейдерами решения. Возведем крепкие и надежные стены в виде понимания структуры рынка и определения тренда. Добавим к этому такие важные понятия, как сила и слабость. Отметим для себя такой важный момент, что цена всегда будет идти в сторону силы против слабости. Узнаем о самых высокоприбыльных точках входа с высоким потенциалом прибыли к риску. И все наше здание будет увенчано крышей из грамотной системы мани-менеджмента, ведения статистики трейдера, правил по борьбе с психологическими проблемами в трейдинге, плюс поставим план для планомерного эволюционного роста в профессии. Приглашаю, приходите. Также приглашаю тех, кому важно в совершенстве владеть программой КВИК, на мой курс КВИК за два дня. В курсе вы научитесь работать с программой КВИК. Самостоятельно закрепите полученные знания. После курса у вас будет рабочая тетрадь-конспект, который позволит вам всегда освежить полученные знания. Начало курса в середине следующего месяца. Курс будет длиться два дня по два с половиной часа. Приглашаю. Для тех, кого это заинтересовало, можно зарегистрироваться на курсе на сайте. С данным представлены все телефоны, куда можно позвонить бесплатно из любой точки России. Спасибо за внимание и, пожалуйста, обратите внимание на карту прохода и то, что в первом блоке для прохода вам понадобится документ, удостоверяющий личность. Спасибо за внимание. Жду вас на следующих занятиях. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...